С утра у станции метро, где произошли взрывы, работают наши съемочные группы. О том, что происходило сразу после теракта на Лубянке и какая сейчас обстановка, в этом районе репортаж Тимура Сиразиева. Двери от взорвавшегося вагона разнесло на несколько частей. Кругом дым, осколки битого стекла, цела погибших. Именно так описывают место трагедии свидетели. Сразу после взрыва все побежали к выходу, образовалась давка. Кто-то успел включить камеру на мобильном телефоне и снять то, что происходит. Многие даже не поняли, что именно случилось. Это произошло в самом центре Москвы в час пик, когда многие ехали на работу. Поезда были переполнены. Картину случившегося еще только предстоит восстановить. Исходя из показаний свидетелей, информации следствия, все происходило примерно так. В 7.56 утра в станции метро Лубянка подъехал поезд со стороны станции Юго-Западная. Двери открылись, и люди стали выходить и заходить. В этот момент во втором вагоне прогремел взрыв. Большинство пострадавших были именно в этом вагоне. Взрывное устройство на основе пластида, по предварительным данным, было начинено кусками арматуры. Это увеличило число погибших и раненых. Экстренные службы прибыли довольно оперативно. Эвакуация пострадавших длилась около получаса. Каждую минуту сюда подъезжали новые кареты скорой помощи. Забрав раненых, они уезжали. Все происходило очень быстро. По предварительным данным, взрыв произвела женщина-смертница. И по характерным фрагментам тела, которые обнаружены и сейчас изучаются, поражающие элементы, которые были начнены с взрывного устройства, находились на районе пояса. И в том и другом случае, смертницы находились внутри вагонки. К оцеплению постоянно подходят люди, которые надеются узнать хоть какую-то информацию о раненых и погибших. Одного молодого человека, у которого пострадал кто-то из близких, успокаивали психологи. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. На месте работают взрывотехники, работают следователи. Сейчас в настоящее время происходит осмотр мест происшествия, тел погибших. Раненые все эвакуированы. Им оказывается возможная врачебная помощь. Точные цифры погибших считать не время. Время спасти живых. Это ЧП сильно повлияло и на движение в столице. Весь центр в пробках проехать в любом направлении было очень сложно. Многим приходилось идти пешком к месту работы. Цимур Сиразиев, Александр Евстигнеев, Первый канал. Около станции парк культуры, где прогремел второй взрыв, работает наш корреспондент Ирада Зейналова. Она сообщает последнюю информацию о теракте и работе спасателей. Скорая помощь одна за одной подводит раненых в Первую Градскую. Медицинские вертолеты направляют с Клифосовского. Там посадочная площадка. Это ближайшие точки, оборудованные для срочных операций. Уже известно, что взрыв прогремировал в 8.40 утра. Час пик на этом направлении. Переполненный поезд подошел к платформе парк культуры «Радиальная». Как только начали открываться двери, в пятом вагоне от конца поезда прозвучал взрыв. Негромкий хлопок, крики, запах гари. Как говорят очевидцы, ситуацию удалось справиться достаточно быстро. Представители всех спасательных служб прибыли буквально в течение нескольких минут. И главное, радиостанции передавали постоянное обращение к водителям. Не выезжайте в центр, чтобы не мешать проезду скорой помощи спасающих людей. Как говорят очевидцы, свет в вагоне погас сразу. Но тем не менее, людям удавалось сохранять спокойствие. Давка началась уже в вестибюле. По словам очевидцев, из-за того, что не успели перекрыть станцию на вход и не разблокировали турникеты на выход. Через несколько минут прибыли спасательные вертолеты и пожарные. Началась эвакуация. Подъехал поезд в сторону центра. Разошел хлопок. Слышал только то, что разбились стекла. Платформа была вся загружена, запружена людьми. Не было свободного места. Когда я поднялась по эскалатору наверху, были точно такие же толпы. Люди через турникеты перескакивали. В попытках вылезти, выдавиться даже на улицу. Объявляли по громкой связи просьбу всем срочно покинуть метрополитен. Запах гари чувствовался. Было много карет скорой помощи, вертолеты, сирены, плач, раненые, милиция, пожарные. Судя по официальной информации, как и на Лубянке, это была террористка-смертница. Есть версия, что она пыталась довести бомбу до здания Министерства обороны на Арбате. Взрыв был рассчитан таким образом, чтобы нанести как можно больше увечий. Бомбы были начинены металлическими шариками и гвоздями, чтобы увеличить мощность взрыва и количество жертв. Никакой информации о самом взрывном устройстве пока нет. Известна лишь его ориентировочная мощность от полутора до двух килограммов тротила. Оцепление снимают к полудню, открывают станцию парк культуры Кольцевая. На радиальной все еще работают эксперты. В вагоне удалось обнаружить останки смертницы, которые сейчас отправлены на опознание. Как только эксперты закончат работу, московские власти обещают восстановить движение поездов. Движение машин по Садовому кольцу уже восстановлено. Более 30 автобусов запущены по маршруту от станции метро «Спортивная» до парка «Культура». Тем не менее, все службы города в ближайшие часы будут работать в усиленном режиме. А в метро и на улице Москвы стянуты подразделения внутренних войск. Первые официальные списки пострадавших опубликованы на сайте МЧС. Раненые размещены в 11 столичных клиниках, многие в тяжелом состоянии. На станциях метро работали десятки бригад скорой помощи и специализированная бригада Всероссийского центра медицины катастроф. В Боткинскую больницу пострадавших перевозили вертолетами. Больше всего раненых принял институт имени Склифосовского. Там работает наш корреспондент Александр Лукьяненко. Больше всех пострадавших приняла Первая Градская больница, 80 человек. Информационный канал «Россия-24» продолжается в работу и главные новости коротко. Сразу два взрыва прогремели этим утром в самый час пик московского метро. Есть погибшие и пострадавшие около восьми утра на станции Лубянка. Во втором вагоне поезда, который следовал в сторону Комсомольской, сработало неустановленное взрывное устройство. Бомба сдетонировала, когда состав остановился на перроне и началась посадка-высадка пассажиров. По последней информации, 22 человека погибли. По разным данным, от 11 до 17 человек пострадали. Буквально через полчаса в 8.37 утра пригремел еще один взрыв на станции Парк Культуры Радиальная. Сообщается о 12 погибших и 7 раненых. Милиция. Пересиленный вариант несения службы по факту взрывов. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Генпрокурор Юрий Чайков взял расследование под личный контроль. Правительство Москвы организовало горячую телефонную линию. О судьбе родственников можно узнать по телефону 622 1430 в администрации метрополитена и 624 3440 в префектуре центрального округа столицы. И вот что нам сообщили в пресс-службе МЧС. Сегодня утром в Московск-Тене гремели два взрыва. По нашей информации, первый взрыв прогремел 7 часов 56 минут. Сейчас время взрыва уточняется. Взрыв произошел во втором вагоне поезда, когда он находился на станции метро «Лубянка». В результате взрыва погибли люди и в вагоне поезда, и на платформе. На этот час погибших числится 22 человека. 11 человек пострадало. Кроме того, в 8 часов 37 минут прогремел взрыв на станции метро «Парк культуры» радиальная. Взрыв прогремел также во втором вагоне поезда, когда он был на платформе. В результате взрыва погибли 12 человек. По предварительной информации, 15 человек пострадали. В обоих случаях произошел взрыв устройств неустановленного образца. В настоящее время в метро работают спасатели, пожарные, медики и другие оперативные службы. Всего от МЧС задействовано 207 человек, 59 единиц техники. От всех оперативных служб – 380 человек и 95 единиц техники. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Они развозятся по больницам города. Проводится эвакуация пассажиров. Организовано движение автобусов для того, чтобы до пассажиров в эти утренние часы. Лена Андрианова, начальник управления информацией МЧС России. По фактам взрывов на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» возбуждены уголовные дела по статье «Терроризм». Вот что нам сообщили в Следственном комитете при прокуратуре. Сегодня на станции метро «Лубянка» ориентировочно в 7.20. В поезде во втором вагоне произошел взрыв с неустановленного устройства. По предварительным данным погибло не менее 20 человек. Около 17 человек получили ранения различной степени тяжести. Сейчас они все доставлены в госпитали Москвы. Устанавливается тип и мощность взрывного устройства. На месте происшествия работают следователи и криминалисты центрального аппарата. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ «Терроризм». По предварительным данным аналогичный взрыв произошел на станции метро «Парк культуры». Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Спасители МЧС в связи с оттрудненным проездом бригад скорой помощи по центру Москвы используют специальный санитарный вертолет для помощи пострадавшим при взрывах в метро. Об этом сообщил РИА Новости, представитель столичного ГИБДД. По его словам, движение в центре Москвы за двух взрывов в метро крайне затруднено. Сотрудники ГАИ принимают меры для проезда машин оперативных служб к месту ЧП. Движение по Садовому кольцу по внешней стороне местами организовано по внешним полосам. Для эвакуации пострадавших МЧС задействует санитарный вертолет. Об этом сказал собеседник агентства. Руководство ГАИ просит водителя ограничить въезд в центр столицы. Во всех местах ЧП задействованы службы эвакуации автомобиля. Еще раз напомню, телефоны горячей линии, по которым можно узнать о судьбе родственников, пострадавших при взрыве на станции метро «Лубянка» и «Парк культуры». Звонить нужно по телефону 622-1430 в администрацию Московского метрополитена и также в префектуру Центрального округа Москвы. Там телефон 624-3440. Эти кадры мы получили несколько минут назад. На станцию метро «Лубянка», где сегодня утром прогремел первый взрыв, приехал президент Дмитрий Медведев. Он спустился на платформу и возложил цветы к месту, где погибли люди. Выйдя из метро, глава государства еще раз заявил, что всех, кто организовал это преступление, настигнет возмездие. Эти люди, их людьми-то нормальными назвать нельзя. Это просто звери. И безотносительно к тому, какими мотивами они руководствуются, то, что они делают, является преступлением по любому праву и исходя из любой морали. Вы знаете, у меня никаких сомнений нет. Мы их найдем и всех уничтожим. Вот так, как мы уничтожили всех, кто организовал взрыв «Невского экспресса». Недавно всех уничтожили. Дотла. Но дело не в этом. Мы людей вернуть не можем. Вот что самое страшное и самое болезненное, самое тяжелое для каждого из нас. Поэтому наша задача действительно сейчас объяснить нашим гражданам, нашим москвичам, как себя вести в такой ситуации, а с другой стороны предпринять все от нас зависящее, и от федерального центра, и от города, для того, чтобы создать современную систему оповещения и контроля за транспортом. Вот на это я собираюсь нацелить сегодня правительство. И в ближайшее время подпишу на эту тему указ. С тем, чтобы мы организовали эту работу по всей стране. Больше это терпеть нельзя. Вот здесь будем работать. Ну а что касается тех, кто пострадал, я уверен, что вы, конечно, полностью им поможете. Медицина московская сильная. И те, кто сейчас в больнице, они восстановятся. Мы на это будем надеяться, мы будем молиться за это. Медицина московская сильная. Медицина московская сильная.